Цыплят по осени считают, но в этом году решили отступить от правил и сделать это в самый разгар лета. По стране шагает всероссийская сельхозперепись, которая продлится до 15 августа. Белгородские переписчики уже обошли больше трети из всех подлежащих учету объектов, а их в области около 270 тысяч. Как встречает переписчиков населения в репортаже Наталья Бойтенко. Здравствуйте, всероссийская сельхозперепись. Я переписчик полевого уровня, меня зовут Теличенко Анастасия Николаевна. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Все, как в известном стихотворении, только вместо почтальона статистик. У калитки его встречает Раиса Гоптерева, жительница села Стрелецкое. Синяя униформа с эмблемами Росстата и удостоверение на груди, действительная только при предъявлении паспорта. Анастасия Теличенко переписчиком работает впервые, но, говорит, с обязанностями справляется легко. Я работаю по Стрелецкому, люди воспринимают все адекватно, на вопросы отвечают честно. Встречают тоже положительно. Я как переписчик не вижу никаких проблем, все хорошо относятся. Конфликтов никаких нет, конфликтных ситуаций. Вся информация записывается только со слов граждан. Никаких подтверждающих документов не требуется. Новшество этого года – планшеты. Они есть у каждого второго из 600 переписчиков, работающих в области. Опрос респондента занимает всего несколько минут. Какая общая площадь земли у вас какая? 31 сотка. 31 сотка, ага. Сколько у вас под огородом соток? У нас больше занимает сад. Сад, да, в основном. Сад, виноградник и немножко там под огородом. Что такое сельхозперепись, Раисе Гоптеревой объяснять не пришлось. На земле они с супругом трудятся почти два десятка лет. И их хозяйство уже попадало под статистическое исследование. В 2006 году была перепись, мы занимались сельским хозяйством, тоже выращивали и сад был у нас, и корову держали, и птицу. Я считаю, что нужна перепись, чтобы был учет и порядок во всем. Вот и житель поселка Майский Владимир Доценко нисколько не сомневается, что сельхозперепись даст не просто цифры, а покажет, кто чем дышит на селе. Что выращивает, какой урожай собирает, сколько земельных угодий использует и какое подсобное хозяйство ведет. К переписи отношусь положительно. Особенно актуально для нашей Белгородской области, так как она является сельскохозяйственной. Я считаю, что перепись может дать объективную полную картину дел на селе. В поле зрения статистиков все категории хозяйств. От крупных производителей до личных подворий и дачных товариществ. О конфиденциальности информации респондентам беспокоиться не стоит. Она будет обезличена. Только обобщенные данные лягут в основу единого статистического документа, который наглядно покажет состояние сельского хозяйства регионов и страны в целом. Будет получена информация о таких важнейших характеристиках сельскохозяйственного производства, как обеспеченность микропредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств сельскохозяйственной техникой, доступность к кредитным ресурсам, получение субсидий со всех уровней, применение современных методов ведения сельского хозяйства. Предварительные итоги сельхозпереписи по регионам будут подведены уже к концу этого года. А окончательные данные по всей России обобщат и опубликуют к 2018-му. Наталья Войтенко, Виталий Петренко. Новости мира Белогория.